А теперь о реакции на вчерашнее послание к западу от наших границ. Она предсказуема и делится строго на две части. Первая, очень громкая. Наши коллеги-журналисты орут, как потерпевшие. Это нормально. У них работа такая, очень важная, между прочим, работа. Готовить общественное мнение к политическим решениям, принятым заранее и в абсолютной тишине. Кажется, мы слегка им спутали карты. Именно поэтому из офисов президентов, премьеров и канцлеров гробовая тишина. Не успели подготовиться. Впрочем, не совсем. Гоздеп США официально разрешил поставки на Украину противотанкового комплекса «Джавелин». Бывают ответы несимметричные, а бывают неадекватные. За злобу и раздражение американских политиков ответят наспех мобилизованные и обученные бойцы ВСУ, так называемых вооруженных сил Украины. Ответят, возможно, своими жизнями и жизнями других граждан Украины. Тех, в кого эти ракеты попадут. Респектабельные конгрессмены даже не поинтересуются подробностями. Все это очень по-американски. Даже злоба и раздражение должны быть комфортными для тех, кто их проявляет. В ответ тишина. Не плача, не стона, не упрека. Через океан не слышно. Ничего. О других ответах на послания президента России наш собственный корреспондент в Вашингтоне Юлия Ольховская. Первое интервью Владимира Путина американским журналистам телеканалу NBC после послания. Речь сразу заходит о самой обсуждаемой теме на Западе. Новых неуязвимых русских ракетах. Некоторые западные аналитики говорят, что это объявление о холодной войне. Идет новая гонка вооружений. С моей точки зрения, те люди, о которых вы сказали, они не аналитики. Они пропагандисты. Почему? Потому что все, о чем я сегодня говорил, это не инициативная работа с нашей стороны. Это ответ на программу противоракетной обороны и ответ на выход, односторонний выход Соединенных Штатов в 2002 году из договора о ограничении противоракетной обороны. Некоторые эксперты предполагают, что вы провели неудачные испытания. И поэтому вы показали только анимацию, но до сих пор не представили никаких реальных видео. Вы имеете в виду именно межконтинентальную баллистическую тяжелую ракету? Да, которые, как вы заявляете, делают пробесполезной. Каждая эта система, она легко преодолевает систему противоракетной обороны. В этом и смысл всех этих разработчиков. Так вы провели испытания? Они прошли успешно? Очень хорошо. Какие-то из них подлежат еще дополнительной работе. Дополнительную работу нужно провести по некоторым системам. Некоторые уже стоят на вооружении. А в отношении некоторых началось промышленное производство. Вы можете прямо сейчас на камеру сказать, были ли испытания рабочих межконтинентальных ракет с ядерным двигателем успешными? Они все прошли удачу. Просто каждая из этих систем оружия находится на разных стадиях готовности. Одна из них уже находится на боевом дежурстве. Наше посольство в США через твиттер уже предложило американцам поучаствовать в конкурсе на придумывание названия для новых ракет. В целом, выступление Владимира Путина вызвало в Вашингтоне вполне предсказуемую реакцию. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Наурт в демонстрации возможности нового российского оружия увидела ни много ни мало нападений на Америку. Могу сказать, что многие из нас следили за этой речью с огромным интересом здесь, в Госдепартаменте США и, как я полагаю, во всем американском правительстве. Было печально смотреть видеоанимацию, изображающую ядерное нападение на Соединенные Штаты. Мы, безусловно, не получили удовольствия от этого. Можно предположить, что Хизер Наурт все же невнимательно смотрела анимационный ролик. В нем продемонстрирован запуск двух ракет в противоположных направлениях, в сторону Северного и Южного полюсов. Так при чем тут Соединенные Штаты? Российских журналистов Наурт на брифинге игнорировала. Пришлось буквально выкрикивать вопрос с зала. Никто не атаковал США. Две ракеты были выпущены в разные стороны. Почему вы заявляете об атаке? А вы тоже из России? Да, Первый канал. Окей, сказано достаточно. Идем дальше. Такое отношение к российским журналистам возмутила Элис Лэббетт из телекомпании CNN. Что все это значит? Они не российские чиновники. Они просто задают вопрос о России. Правда? Окей. Мы знаем, что RT и другие так называемые новостные организации финансируются и получают указания от российского правительства. Поэтому у меня нет больше терпимости к... Мы не получаем указания от правительства? О, Боже. В зале началась словесная перепалка, после которой один из самых авторитетных американских журналистов, Мэтью Ли, представляющий агентство Associated Press, все же снова озвучил наш вопрос. Мне все же кажется, может я ошибаюсь, но, по-моему, видео не показывает, что ракеты на что-то направлены. Я просто хочу уточнить. Это мнение правительства США, что ракеты направлены на Америку? Это определенно выглядит так. Можете посмотреть еще раз. Совершенно ясно, какова их цель. Брифинг проходил в крайне нервозной обстановке. А в его завершении Хизернаурд, видимо, решил отомстить заступившейся за российских журналистов корреспондентке СНН и покинул от зал, не дослушав ее вопрос. В попытке получить ответ, то и пришлось догонять представителя госдепартамента. Сегодня поведение Хизернаурд прокомментировали в российском МИДе. Если Госдепартамент еще раз посмеет назвать наших журналистов, которые присутствуют на брифинге, журналистами из России и на этом основании перестать с ними общаться, мы реализуем то, что обещали. Мы сделаем специальные места для так называемых журналистов из Соединенных Штатов Америки. Это поведение недопустимо. Если раньше, еще буквально несколько десятилетий назад, в один автобус в Соединенных Штатах Америки не пускали людей с разным цветом кожи, то это надо изживать в себе, а не возвращаться к порочной практике в начале 21 века. Ко всему прочему, заявления российского лидера в госдепе расценили как подтверждение нарушения России договорных обязательств, когда попросили уточнить, каких именно Науэрт сослалась на договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Хотя на продемонстрированные ракеты он просто не распространяется. Это другой тип оружия. В Кремле подчеркивают, не следует воспринимать послание Путина Федеральному Собранию как некие милитаристские заявления. Мы категорически отрицаем любые обвинения в том, что Россия нарушает какие-то положения и статьи международного права по контролю за разоружением. Россия была, есть и остается приверженной всем своим международным обязательствам. Это не что иное, как ответные действия Российской Федерации на слом договора по ПРО, на выход США из договора по ПРО и на весьма активный процесс создания глобальной системы ПРО, которая в перспективе была способна нарушить стратегический паритет. Это и есть гарантированное поддержание стратегического паритета, что необходимо в интересах мира во всем мире и стабильности. Однако некоторые западные политики послание российского лидера пытаются интерпретировать на свой лад. Министр обороны Великобритании назвал заявление Путина о системах новейшего вооружения, цитата, «угрозой укладу нашей жизни». Американская пресса отреагировала более спокойно. Нью-Йорк Таймс обращает внимание на акцент, сделанный Путиным. Разработка новых ракет — это ответ Москвы на действия Вашингтона. Центральной темой в речи Путина стала разработка нового оружия, что, по его словам, является ответной реакцией на отказ американцев от договоров по контролю над вооружениями и их планы по масштабному расширению оборонного комплекса. Это послание стало, если хотите, ответом на недавно опубликованные в США документы. Я имею в виду стратегию национальной безопасности США и обзор ядерной политики, то есть ядерную доктрину. Во всех этих документах Россия, наряду с Китаем, преподносится как противник. Еще не враг, но уже противник, неприятель. В конце своего послания Путин заявил, что Россия не настроена на конфронтацию, или тем более агрессию, но добавил, что теперь выбор за Западом. Раньше вы нас не слушали, послушайте сейчас. Владимир Путин в своем выступлении не только предупредил, он также призвал трезво оценивать реальность, смотреть в будущее и, цитата, «не раскачивать лодку, в которой все мы сидим», а также начать, наконец, переговоры по вопросам глобальной безопасности. Готов ли к диалогу Вашингтон, спросили на брифинге представителя Госдепартамента. Однако от ответа на этот вопрос Хизернаурт уклонилась.